где-то вот в это место скорее всего будет устанавливаться подогреватель это я ключ установил чтобы было видно пробку эта пробка должна будет открутиться и в нее должен быть завернут вот этот вот штуцер бронзовый вот он переходит который на шланг шланг это вот этот вот вот сейчас думаю как сюда прикрепить вот эти вот крепежи как сюда прикрепить какую-то пластину 10 в наборе я показывал одна пластина вторая пластина как будет он висеть не знаю потому что сам сам подогреватель видите только два отверстия наверху то есть вот и вот так вот будет колокола шматить желательно бы его так вот как-то поставить чтобы он на что-то упирался посмотрим буду откручивать пробку сливную в блоке цилиндров которые находятся и сворачивать буду штуцер тосол здесь уже слит так как двигатель был на капитальном ремонте как сливал тосол у меня есть видео смотрите плейлисты про ладу приору на моем канале кому интересно как сливал тосол я сейчас я отворачиваю заглушку потому что нужно установить как я уже говорю опа эти собралось тосола еще хотя все было слито подставлял я всем мало конечно три граммульки здесь но тем не менее собрался тосол вот видите здесь такой болт резьба на конус идет головка болта шестигранник на 13 а резьба на конус вот точно такая же резьба на конус устанавливает я сейчас буду устанавливать вот такой вот вертыш потом в этот вертыш видите тут резьба подогнана вот потом этот вертыш я одену шланг который идет в комплекте я показывал и вот здесь вот наверное где-то вот в этом месте установлю подогреватель все сейчас намажу немножко герметиком так для самоуспокоения он и без герметика не побежит но так чуть-чуть мазну чтобы десет все таки хотя можно не мазать вот ключ этого штуцера лучше будет видно ключ которым мы его будем заворачивать шестигранник на 19 17 оказался маленький вот на 19 чтобы вы знали мазал и герметиком совсем вот мизер я больше наверное думаю что это смазка герметика больше служит как смазка чем чем герметик ну посмотрим так вот я заверну руки и теперь немножко подтяну ключом на 19 не совсем удобно здесь конечно но тем не менее кстати он на конус и сделан именно для того чтобы плотно зажиматься ну мы же привыкли все герметиком мазать слегка так все завернула и по трубок этот который с конусной резьбой ну и сейчас на где-то вот здесь вот буду устанавливать подогрев здесь вот у нас есть места скорее всего для крепления катушки зажигания отливка идет у блока там должно быть резьба сейчас я почищу это все дело вот и посмотрю может сюда и приверну вот смотрите в комплекте я показывал пластину до этого как ее примастить думал-думал ну нереально ее примастить вот в таком виде в котором она есть вот если совпадает вот это отверстие вот это вот отверстие то не совпадает вот это отверстие вот вверх вообще не совпадает как прикрутить сам этот подогреватель не знаю короче сейчас буду что-то думать наверно наваривать потом опять сверлить ну включусь буду показывать делаем отпечаток такой отпечаток сделали типа как тип как выкройку сейчас пойду на металл перенесу все это дело а а а а а два отверстия просверлил видите более крупным диаметром здесь у меня где-то 10 с половиной миллиметров и совместил с этой выкройкой отверстие видите вот они на выкройке вот примерно одинаковые сейчас еще пойду с примере и еще третье отверстие просверлю там же останется два отверстия под крепление самого подогревателя но они мелкие будут отверстие забиты грязью приходится вот так вот проходить еще и не лезет метчиком от грязи очищаем шаг здесь один 25 диаметр резьбы 10 низ я уже прошел сейчас вверх от руки так метчик закрутил теперь беру ключ и ключиком так поворачиваю но у меня ключ подходит на 7 прям просто и прохожу по резьбе не нарезаю и просто прохожу потому что там столько грязи что был завернуть нереально за годы эксплуатации туда грязи налетела я считаю достаточно много ну так еще нужно пройти два отверстия еще один проходим достаточно глубокие отверстия в блоки цилиндров но это под подушку скорее всего под девятку сделано блоки то примерно одинаковая не мерил конечно не знаю может кто знает напишите внешне они похожи нет приоровский девятошный метчиком прошел теперь надо продуть видите грязь вылетает видно не видно вот теперь я спокойно попробую два болта вот обрезал вот этот уже прошел лирочкой но и плашкой на шаг 125 диаметр 10 сейчас вот это буду проходить все заходит но теперь еще надо тоже резьбу пройти чтобы его пройти отворачиваю нажимаю лирочку ну и за ключ ключом на 14 неудобно короче понятно что я делаю прохожу резьбу вот видите я примерил здесь обметчик завернул то есть хорошо просверлил осталось еще одно отверстие просверлить на десять с половиной ну и завернуть а потом уже вот сюда вот мастить сам этот подогреватель тосола вот это вот он ой что-то я его закрыл все живое все крутится крутится вот это вот так буду мастить ну все подгонка самой пластины завершена вот один два три ведь я немножко сделаю с люфтом специально вот теперь нужно сюда подогнать сам подогреватель вот наконец-то я собрал вот такая конструкция у меня получилось самому блоку будет крепиться на три болта болты на 10 но там такие отверстия то есть резьба там такая на 10 было бы на 8 я на 8 бы прикрутил болты естественно я подогнал обрезал кроме вот это вот этот подошел тут пришлось шайбу подложить потому что резьба не до конца здесь вот в этой пластине которая прилагалась вот в этой пластине в ней дополнительно просверлил просверлил под под эти болты 123 отверстия на десять с половиной чтобы болты не впритык а вот так немножко потом просверлил дополнительное отверстие здесь чтобы крепить сам обогреватель подогреватель так сказать в комплекте шли вот такие вот длинные болты на 6 и проставыши видимо производитель уже задумался здесь чтобы отодвинуть сам обогреватель отодвинуть от стенки то есть от блока цилиндра потому что он здесь может цеплять и подложил еще дополнительные шайбочки вот в таком виде естественно сначала откручу вот здесь вот не знаю наверно капну еще сваркой здесь или уже не надо просто затянуть болты с герметиком не заморачиваться скорее всего не буду заморачиваться этой сваркой надоело мне уже подгонять ее уже полдня подгоняю если не больше вчера еще занимался ну и все и буду ставить сюда вход сюда выход шланг есть все буду ставить на место и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подогнал Видите, теперь будет куда закрутить болтик И здесь, с этой стороны Она практически заподлицо Там может быть полмиллиметрика торчит Это ерунда Потому что там внизу есть место Все, подгонку совершил Сейчас буду устанавливать Вот эту штуку Кронштейн Или как его правильно назвать Закручиваем болты Эти болты на 10 никакого герметика Я ставить не буду Это вам не коленвал Я думаю, ничего страшного Не случится Тем более, что мне еще предстоит Ставить вентилятор Он может мешать И тогда мне придется Откручивать это дело Все болты я подобрал Чтобы на 14 были Удобнее Одним ключом откручивать В случае чего Закручивать Подгонка Произошла О, не отпилил я вот здесь кусок Ну ладно, посмотрим Может быть Затолкаю без Отпила Потому что там место было Я уж Просто перестраховался Сказал Перестраховывался Думал, сейчас Отпилю Я думаю, ничего Отпиливать не надо Сейчас вот немножко Подтяну Поставлю этот Подогрев И буду подгонять Примеряем Так, оу Забыл же эти Проставыши Устанавливаем проставыши Которые Только что Сделал Вот так вот Я думаю Все будет отлично Вот он Вот стоит все здесь Прекрасно Показать надо Так вот Ну, скоба эта Не должна мешать Пусть останется Вдруг что-нибудь Прикрутят Прикрутят Вот так вот И вот нам нужно Вот в этот штуцер Сейчас шланг Довести Одел я Шланг Вот видите Один на Вот этот штуцер Который Из блока Выходит Один На подогрев Остался у меня Вот такой вот кусок Общая длина шланга 50 см Вот у меня ушло Где-то Сантиметра 23 Ну и осталось Наверное Сантиметров 27 Сейчас я Покажу Вот он Вот он Подогреватель А мне его нужно Вот довести Вот до этого Короче говоря Не хватает Сейчас я вам Скажу сколько Не хватает Сантиметров 20 Ну вот Пришлось Приобретать Еще один кусок Сейчас я Вот этот кусок Одену Сначала Вон туда На Подогрев Доведу его А потом уже Видно будет Где резать мне Вот этот шланг Который идет От радиатора Да ребята Вот Хотел установить Тройник В разрез Вот этого шланга Который идет С радиатора Ну как Нижний шланг Нижний шланг Верхний шланг Который идет На Радиатор охлаждения С двигателя Разрезаю Шланг А он В этот шланг Проваливается О Смотрите Пешком идет О Ну разве Так он будет держать Это надо Вот сюда Сейчас Выдумывать Какую-то подмотку А я думаю Ну почему Тут под Под два хомута Стоит А вот Поэтому и стоит Потому что Здесь Диаметр Шлангов Вот этих Патрубков Резиновых Не соответствует Диаметру Который на радиаторе И На Двигателе Да Не продолжая Продолжаю Удивляться Нашему Автопрому Просто Тупо Не могут Подобрать Диаметр Шлангов Внутренний Диаметр Этого шланга Вот 35 Миллиметров А диаметр Вот этой Сталоша 34 Решил я Нивелировать Разницу Почти в 2 Миллиметра Фум-лентой Вот этой вот Обыкновенной Водопроводной Фум-лентой Не знаю Что у меня получится Но Попытаюсь Попытаюсь Что-то сделать Миллиметров Попытаюсь 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 вот еще один пуск сделал прогрелась прогрелась уже сантиметров я скажу 40 вверх ну значит тасол поступает то есть под действием конвекции так сказать верх идет все нормально будет работать стоит сам очень плотно хорошо подогреватель установлен протестирован машина прогрета до рабочей температуры ничего нигде не побежала все отлично стоит сейчас сверху еще покажу устанавливайте подогреватели можно сказать бюджетный подогреватель цена его не такая дорогая еще 700 рублей на ладу приору вот он автомобиль лада приора пожалуйста устанавливайте здесь нигде ничего не бежит то есть все сделано правильно всем пока